Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня у меня для вас подборка интеллектуальных детективов. Королева детектива. Дорама 2017 года. Два сезона по 16 серий. В главных ролях Чве Кан Хи и Квон Сану. Юсалёк обожает детективы и самостоятельно изучила много криминалистической литературы, но работать в полиции не смогла из-за замужества, ведь её муж-прокурор не хотел, чтобы она подвергала себе опасности. Однако страсть к распутыванию преступлений у героини не исчезла, поэтому она стала втайне от всех членов семьи помогать полицейским, чем вызывала множество подозрений о своей свекрови. Дорама в духе детективов Агаты Кристи, где гениальный сыщик изучает все улики, а потом указывает всем на преступника. Не пугайтесь образа главной героини, Чве Кан Хи в любой роли великолепна. Второй сезон мне понравился чуть меньше. Кровожадный сценарист убил слишком много героев и конец остался открытым. Её действие было более захватывающим. Сериал, конечно же, рекомендую, особенно тем, кто любит, когда расследуется много разнообразных дел и есть сквозная интрига. Таинственный лес. Другое название – незнакомец. Дорама 2017 года, два сезона по 16 серий. В главных ролях – Чосы Ну и Пэ Дуна. Прокурор Хван Шимок перенес операцию на головном мозге, в результате которой перестал испытывать эмоции. Он рациональный, сдержанный и неподкупный. Однажды он обнаруживает убитым человека, которого видел со своими коллегами, поэтому во что бы то ни стало хочет найти настоящего преступника. Вместе с ним в расследовании будет участвовать лейтенант Хан Йо Джин, никому не доверяющая и ненавидящая несправедливость. Потрясающий дуэт основных актеров. И хотя не было романтики, их взаимоотношения гораздо занимательнее. В итоге эта пара стала для меня одной из самых любимых в дорамах детективного жанра. Первый сезон тяжеловатый и грустный, но невероятно увлекательный, ведь до последнего было непонятно, кто организовал убийство и сможет ли Хван Шимок распутать коррупционные сети. В этой дораме мне наоборот больше понравился второй сезон. Конечно, начинается он не так впечатляющий, и сначала вообще непривычно новые персонажи и обстоятельства, но он менее кровавый, а главные герои сначала стоят по разные стороны баррикад. Тем и интереснее следить, как они догопаются до истины. Наблюдатель. Дорама 2019 года, 16 серий. В главных ролях Хан Сок Гю, Сок Ан Джун и Ким Хён Джун. До Чиг Ван – руководитель группы по расследованию коррупции в полиции. Он спокойный и рассудительный, хороший стратег. Ким Ян Гун работает в патрульной службе и никому не спускает нарушений. В детстве он потерял мать, а отца посадили в тюрьму. Чиг Ван берет его в свою команду. Также к героям присоединяется девушка-новичок и бывший прокурор, а нынче известный в криминальных кругах адвокат Хан Тэ Джу, жаждущий отомстить своему обидчику, разрушившему ее жизнь. Очередная увлекательная дорама, похожа на предыдущую темой коррупции, но еще с большими хитросплетениями. Однако здесь сложно выделить героя-любимчика, потому что у всех свои тайны и непростой характер, кроме, конечно, молодого Ким Ян Гуна. Ну и он не просто так пришел в полицию. А его горячность и неосторожность смотрятся на контрасте с хладнокровым характером дочи Гвана не в пользу начинающего полицейского. В целом все довольно необычно, но пересматривать не буду. А еще у сериала отличный саундтрек. Юридическая школа. Дорама 2021 года, 16 серий. В главных ролях Ким Мюн Мин, Рю Хи Йон и Ким Бом. Во время инсценировки суда студенты первого года обучения престижной юридической школы обнаруживают мертвым своего профессора. Под подозрение выпадают все, кто находился в это время в здании. Полиция решает арестовать преподавателя Ян Жон Хуна, резкого и прямолинейного. Однако студенты, несмотря на всю нелюбовь к нему, решают вызволить его из тюрьмы. Среди них консоль, с большим трудом оказавшаяся в числе студентов, но все равно не дотягивающая до уровня лучших, из которых умный, но скрытный Хан Жун Хви и тезка-консоль из обеспеченной семьи. Почти у всех героев есть тайные мотивы ненависти к убитому. Расследуя основное дело, будущие юристы примут участие и в решении других вопросов. Дорама похожа на классические детективы, где шаг за шагом раскрывается истина. Здесь основная задача не поиск преступника, а демонстрация самого процесса обучения студентов и формирования у них нравственных ориентиров. Невероятно харизматичный Ким Ён Мин приковывал к себе внимание не только своим низким голосом, спокойными интонациями, но и огромной уверенностью и мудростью. Остальные персонажи тоже идеально прописаны и реализованы. Возможно, не всем будет интересно наблюдать за многочисленными судебными процессами и юридической практикой, но если вы такое любите, то сериал очень советую к просмотру. «Форс-мажоры» – другое название «Адвокаты». Дорама 2018 года, 16 серий. В главных ролях Чан Дон Гон и Пак Хён Шик. Лучший адвокат фирмы Кан И Хам Чхве Кён Су ищет для себя помощника и останавливает выбор на Го Ён У, у которого нет значка адвоката, но он обладает феноменальной памятью и громадным рвением посвятить себя работе. Оба героя рискуют, решившись на такой обман, но они верят, что будут полезны друг другу при защите клиентов юридической компании в самых сложных и запутанных делах. Я не видела американскую версию сериала, поэтому не могу их сравнить, но эта дорама мне показалась слабенькой. С Чан Дон Гоном я смотрела только «Достоинства джентльмена». Там он был каким-то худеньким, а здесь выглядит более внушительным и мужественным. А герой Пак Хён Шика, в отличие от него, разочаровал. Нарядили его нелепо, странно постригли, а его чрезмерная жажда справедливости почему-то даже раздражала. Из интересных персонажей я бы выделила адвоката Че. Он со своим постоянным спутником-диктофоном добавлял нотки комичности. В общем, мне смотреть дораму было скучно, поэтому на двойной скорости промотала, чтобы узнать развязку. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Чтобы не пропустить следующие подборки, не забудьте подписаться на мой канал. Пока-пока!